Отсюда даже происходит слово «мнение», то есть отсюда происходит слово «мне», отсюда происходит западное слово «ман», то есть «человек», отсюда происходит имя египетского бога Мина, то есть бога-прародителя человечества. То есть значений очень много. И да, в каком-то смысле Вашьян, это духовное имя Андрея, был очень прав. То, что он сказал, что то, что я предоставляю, оно уникально, с другой стороны, я не просто где-то там взявшийся, который вот это все с древности берет. На Украине есть рахманская традиция. И она есть не только на Украине, она сохранилась в Речи Посполитой. Естественно, что это было изначально Арыцко-Волынское княжество, поскольку был такой князь, как Едемин, который возрождал Русь с территории Литвы. Едемин был прямым потомком Святослава. У Святослава был сын Ярополк, у Ярополка был сын Святополк, у Святополка был сын Скалослав. От него произошла династия, потомком которой был Скаломент. Скаломент был отцом Едемина. Едемин вокруг себя в Литве собрал как раз элиту, не христианскую, а ведическую элиту, бывшей Киевской Руси, которая на то время погрязла в усобицах, и оттуда возрождал Русь. Поэтому это государство называлось Великое княжество Литовское, Ажимайтийское и Русское. Литвины – это народ, который по сути дела сейчас называется белорусами. Белорусами? Да. Литовцы, вот как сейчас есть Македония, славянское государство, которое не имеет генетического отношения к македонцам-грекам, которые известны Александром Македонским. Александр Македонский не был славянином для начала, он был греком. А нынешняя Македония – это славянское государство. Это просто из-за территориальной близости. Такая же ситуация происходит и с Литвой. Литвины – это одно из славянских племен. Одно из славянских, вернее, сейчас говорят племена, и у нас сразу возникает образ. Дикая Африка, племена Тумба-Юмба, бегают, жрут пальмы. С бананами или по отдельности – это их на уже дело. Но здесь то, что сейчас называются славянские племена Крывыча, Дрейговыча, это скорее народные племенные союзы. Там в каждом, так сказать, племени, как вот сейчас она называется, племен, было целый ряд своих внутренних отношений. Это как государство. То есть Киевская Русь – это как империя. Центр Новгорода и Киев. Долгая история почему так. Однако это так вот существовало. И позднее как раз Литвины – это одно из славянских племен, ставшее основой белорусского народа. А те, кто сейчас называются литовцы, они назывались Жемальты. Жемальты? Ну, народ их назывался Жмудь и княжество Жемальтия. Ну, по всем историческим летописям, атласам, хроникам это так и есть. Можно, допустим, пойти в библиотеку Грушевского, там откопать исторические хроники, и я это подтвержу. Вот. Вопрос в другом. Что еще чуть раньше на Украине Данила Галицкий запретил преследование ведической культуры? Запретил? Да. Данила Галицкий был интересным князем. В отличие от Владимира, который сначала ударился в свое же язычество, вы, наверное, знаете, что Владимир сначала провел реформу. Ну, да, да. И он сказал, вот теперь мы язычники, теперь мы поклоняемся пяти богам, и все. Позднее его следующая дурь стукнула в голову, он там ослеп, а потом еще чего-то додурел, и говорит, не, мы уже христиане. А все, кто с нами не согласятся, резать, стрелять, вешать. То есть... Сжигать. Ну, сжигать тоже. И при этом еще главное, чтобы Гарем ему благословили. У Владимира был Гаремский. Там был... Жан Дарх, он же ведическое знание ему было. Висполит. Ну, да. Но это в Европе, а Владимир был здесь. И получается, что Данила... Потом началось после Данилы, уже Русь не была единой. Извиняюсь, после Владимира уже Русь не была единой. После Владимира Русь развалилась на три. Официальный Киевский, так сказать, Ярослав, дальше еще Переяславский и другие княжества ему принадлежали. Мстислав, еще был Изяслав. Вот уже на три развалилась. Позднее там еще все это дробилось, разваливалось. Еще 5-10. Страшно дробилось. Кошмар. Вплоть до того, что потом Московия, изначально будучи провинцией Владимира Суздальского княжества, начала вокруг себя заново, не то чтобы захватывать Владимира Суздаль, а начала изначально вокруг себя формировать как новый центр. Ну, что си. Ну, это там их история. У нас другое. Данила Галицкий на Украине предпринял шаги к объединению Руси. И как он видел выход из кризиса. Конечно, противостоять христианству на Руси он не мог. Потому что здесь бы сразу конфронтация и со всеми остальными христианскими странами. Конфликт. Конечно же. Поэтому. А додавливать ведическую традицию это народ не хотел. Поэтому компромисс. Это объявить абсолютную свободу вероисповедания. И Данила Галицкий это первый князь известной истории, который официально утверждал свободу вероисповедания. В княжестве Данилы Галицкого официально была ведическая традиция. Как доминирующее было признано христианство. Уважались тингриане. То есть золотая орда они сначала были тингрианами, потом стали мусульманами. Уважался ислам и уважался католицизм. У него были доверительные отношения с Папой Римским. Папа Римский присылал ему королевские регалии, подтверждая его власть. И позднее, когда еще Едеминовичи восстановили уже большую Русь в большем объеме, соединив это все с Польшей, на Западной Украине, в Южной Белоруссии и Восточной Польше сохранялась рахманская традиция. На данный момент на Украине только совет рахманской традиции, который определяет, как ей быть, состоит из 270 человек. Это я не говорю охрану, это я не говорю какие-то там вспомогательные, кто-то такие. А вот конкретно совет, который вот как Верховная Рада Украины собираются и решают, что делать с Украиной. А те собираются и решают, что делать с рахманской традицией. Я считаю, что их слишком много, потому что эти 270 человек спокойно могли бы управлять небольшим государством. Или даже большим. Даже в Верховной Раде нам не надо столько депутатов. Нам лучше был бы один какой-то авторитарный правитель, который сам бы правил, чем вот эти шатания туда-сюда. Ну это, по крайней мере, моя точка зрения. Так вот, правда в том, что рахманская традиция есть, последователей, священнослужителей много, астрологи львовские, они настолько прекрасные астрологи, что они всё могут высчитать. И я ими восхищаюсь просто. Но сейчас я с ними не контактирую. Ну астрология, она и проверяла, и 12 лет изучала, она процентов 30 работает. Честно. Вот у тех всё работает. Как у них там астрология? Я кармическую астрологию изучал. У них два подхода к астрологии. Первая астрология, которую дают человеку Боги, как вариант, как он может действовать, как потенциал. Вторая астрология, которая, исходя из кармических уже ситуаций... Но у человека она работает? Я вот когда на людях это проверял, было всего лишь не так много случаев, чтобы я это проверял, потому что у них расчёт это достаточно недешёвое удовольствие. Однако, вот когда люди заказывают, им делают, там получается на 140 листов только расписано всё вот это про человека. Никто ещё не сказал, что... То есть, были недовольства, человек говорит, а вот здесь сказано, что у меня всю жизнь такое будет, а вот я знаю, что вот у меня вот как бы это есть, но я же думал, что я когда-то от этого избавлюсь. А тут сказано, что у меня это всегда будет. Я говорю, ну так это ж всё равно всё коррегируется, потому что редко сказано, что любую астрологию в конце концов можно подправить. А я настолько профессионально ни в коем случае этим не занимаюсь, потому что, чтобы заниматься астрологией, нужно полностью заниматься астрологией. Вот ты вот как нумерологией 30 лет занимаешься, и у тебя есть результаты. Если там какая-то бабка или какой-то эзотерик взял книжку по нумерологии и думает, что он уже великий мах, понятно, что он никто. И понятно, что его результаты и твои даже не сопоставимы. 30 лет тратить на нумерологию или астрологию я пока не планирую. Я пользуюсь астрологией в тех... Это по ходу жизни, я же не фанатик этим заниматься. Но всё равно, допустим, это тебе интересно. Это как бы практически моё хобби. А моя задача – это философия, это исследование работы сознания и плюс лингвистика. Ну, это в нумерологию входит всё. И психология, и сознание. Короче, это всё входит. Это 10 в одном. Ну, смотри, философия... Это же фактичная нумерология. Я согласен, но в философию тоже всё входит. И в биологию тоже всё входит. Это зависит, насколько глубинно или насколько... У меня глубин очень глубинно, я очень глубоко копнул, очень. Даже до мысли человека. Я не удивляюсь этому. Можно... В Львове есть специалисты, которые по речи человека могут тоже всё про него сказать. Ну, то есть... Разговор, да? Они по речи отслеживают мыслительные композиции, которые у него происходят в сознании. При этом могут отслеживать, как он двигается, как он там стоит или сидит. На какую сторону наклонён там. По почерку, по взгляду. По почерку это вообще отдельная история. Может, я с ними так близко не знаком. А вот тех, что по речи определяют, их даже одному нашему киевскому официальному правителю прислали в помощь. Чтобы он, будучи на каких-то переговорах, определял, лгут ему, не лгут, насколько человек исполнит то, что обещает и так далее. По словам можно, да, практически можно определить. Ну, можно определить мыслепостроение, как человек думает. А как человек думает, можно дальше уже фактически определить, насколько он нужен и насколько он не нужен. Ну, это логическое мышление работает, кстати, пациентам на 80-90, если так можно вычислить. Если логическое мышление у тебя работает, ты можешь сам вычислять это. Ну да. Разговаривает человек, раз, вычислил в уме. И уже сфетикой уже и даёшь им гонкета сразу. Нет, смотри, есть отдельно мои наблюдения. И можно вот идти таким путем наблюдений, когда вот я отслеживаю какие-то элементы, сам это осмысляю. А есть, когда у них есть уже изначально схемы, они берут эти схемы и по этим схемам работают. То есть им не надо уже составлять эти схемы. Тебе пришлось самому составлять алгоритмы, самому понимать. Вот ты говоришь, что на цифру год у тебя уходил. Во всем, во всем на всем. А представь себе, как бы было бы просто, если бы изначально уже эти данные были бы даны. На и пользуйся. Это бы сэкономило тебе 30 лет, и ты бы уже сейчас намного бы возвысился относительно того, как ты это знаешь. То есть не надо было бы заново изобретать. У нас наша проблема, что вот как раз с приходом христианства нам были отсечены наши знания. Веда — это знание. Веда — это не религия, это не философия. Это просто знание. Знание обо всем. От медицины, та же Аюрведа, до философии, до космологии, космографии и чего угодно. И вот как раз ведический подход — это подход из жизни в жизнь. Когда вот сейчас ты наработал определенный опыт, ты это всё записал, и в следующей жизни уже можешь или сделать себе обряд, чтобы уже помнить на следующую жизнь, или же, допустим, подсознательно даже нарыть свои же труды и дальше пользоваться. И многие так делали. То жена плоды уже. Ну, ведь мы же за эту жизнь набираем опыт. И многие философы, они, изучив и поняв опыт, допустим, предыдущих астрологов, новый астролог пишет свой трактат. И дальше следующий его сын изучает уже его. То есть с каждой ступенью они продвигаются всё глубже и глубже. А вот сейчас многим, Тибетам, Денисову, многим другим приходится идти с нуля. Просто ноль. Они сидят в обществе абсолютно неразумных существ, которые сами себя губят и губят человечество в целом, хватаются за голову от того, что мозги готовы выпрыгнуть, и понимают, что так дальше жить нельзя, нужно что-то делать. И вот Денисов решил, что собираем людей там и так далее. Ты таким путём, он таким путём. Я когда за этим задумался, решил искать духовного учителя. Потому что изучая Веды, я понимаю, что я бы, может быть, к этим всем выводам пришёл бы, если бы у меня был бы миллион лет в запасе. Или, может, даже больше. Ну, потому что в Ведах я ещё не нашёл ни один пункт, который был бы, с моей точки зрения, ошибочным. Есть кое-что, что я не понимаю, но когда я в этом углубляюсь, я понимаю точно, что же это вообще за вещество, что оно там сразу не поняло, что это правда. Насколько же там это вещество... Здесь проанализируют, здесь всё, плюс здесь. Да. А я понимаю, был бы миллион лет в запасе, к чему-то похожему дошёл бы. Ну, не факт, может, были бы какие-то ошибки. А ведическая культура, чем интересно, что периодически воплощались боги. Воплощение Езуса, Бога любви, для человека, знающего веды, неудивительно. Вот христиане как раздули, что аж сам Сын Божий воплотился, аж там вот ходил, и вот молитесь на пыль иорданской земли. Ну, и продают сейчас даже вот эту пыль, воду. Это как-то для меня смешно, честно говоря. Потому что сам Иисус говорил фразу, что его царство не от мира сего. Больше того, Иисус, придя в храм, сразу там развалил все их торговые точки. Да. Кесарь кесарева, а Богу Бога. То есть, что Иисус сказал? Что нам надо перед государством исполнять свои обязанности, а перед Всевышним свои обязанности. Кесарь – это государь тогда был. А что получается? Его учения полностью извратили. Патриарх на равных общается с Путиным, и неизвестно, кто из них главнее. При Сталине ставили конкретно туда КГБшников, то есть при царях они постоянно друг с другом терлись, кто же из них главнее. И это так уже идет из года в год. И нынешние христиане... Вот я не против Христа. Ты вот приводил пример, что из Библии, я же хотел добраться. А правда ли, что там тебе как раз библейская система помогает? И насколько я понимаю, все-таки не Библия как таковая, не Иегова как таковой, а та истина, которая все-таки там где-нигде запечатлена, я прав или нет. Почему? Потому что в Библии есть, ну допустим, то, что не надо убивать, ну понятно, что не надо убивать. То, что не надо воровать, ну не надо. Я не хочу, чтобы вы меня воровали, и сам это не хочу делать. Поэтому это и так понятно. И вот все истины, которые там есть, я не против них. Никоим образом я не против Христа. Я писал свой труд «Тайная книга Иоанна». Это я и еще несколько переводчиков. Мы взяли один древнехристианский окрив и проанализировав его, определили, как изначально выглядели основные философские постулаты христианства. Это лингвистическая, философская такая работа была предпринята. В Москве это было издано в 2011 году. Могу чуть позже показать, предоставить, если нужно будет. Получается, если разобраться, Иисус — это тот, кто был известен еще до этого как Езус. Юрий Цезарь записал, что кельты поклонялись Езусу. То есть это было в Древней Галлии еще задолго до того, что сейчас называется наша эра. Известно, что Езус также воплощался на Карпатах, Езус также воплощался в Сибири, Езус также воплощался в Древней Турции. То есть у него воплощений там куча уже было до этого воплощения. Тот же его креститель Иоанн перед этим воплощался, как Илья Пророк, так же. И он не первый раз живет. И это насчет Ильи Пророка и Иоанна, это даже вот там в Евангелии подтверждено, когда ему ученики Иисусу говорят, а если ты Мессия, почему же Илья не пришел? А он говорит, он пришел, а вы его просто не узнали. Если хотите знать, то Илья это и есть Иоанн. Иоанн Креститель. Илья. Да, Илья Пророк. То есть вот там факторы инкарнации есть. А факторы перерождения Иисуса убрали, потому что невыгодно. Почему? Ну как, и смотри, если иудейские вот эти товарищи сказали бы, что Иисус, да, до этого рождался в куче местностей на земле, да, это все было, ну и вот у нас просто еще раз воплотился. Не то эксклюзив. А так, вот у нас, мы вот Бога избранные, нас Его выбрал, читайте Библию. И вот у нас еще и Мессия воплотился. И вот поэтому мы будем вас учить, как поклоняться тому, кого мы распяли, по сути дела. То есть получается те, кто Павел, апостол Павел, ну как он потом себя называл апостолом, хотя он просто, он изначально гонителем был христианства. Он потом ослеп, чуть-чуть переосмыслил, и уже стал христианином. Так вот, Павел был представителем той системы, храм которой громил Иисус. А позднее Павел в Риме и в других местностях уже давал свое христианство, свою трактовку христианства. В то же время были катар... Не Иисусу, а Солю. У Павла есть такие фразы, «Не гнушайтесь мясом и вином». Притом известно из апокрифов, из других текстов, что Иисус крайне не рекомендовал употребление алкоголя и все-таки склонял их к чистому образу жизни. А Павел сказал, «Не гнушайтесь». То есть, ну живите как свиньи, живите как животные, главное, там будьте христианами. Он создал такое удобное христианство для тогдашних властей, чтобы оно не противоречивало. В Римской империи устоялось, что мясо ели, алкоголь пили. Он это подтвердил, «Не гнушайтесь, все будет хорошо». А как Иисус говорил, что с женщиной можно в союзе вступать, только для зачатия детей, алкоголь не нужен, ложь недопустима, воровство, ложь, это вообще недопустимо, убийство не нужно. То есть, все по ведаму говорил. А они это чуть-чуть уже модифицировали. И были последователи чистого учения Христа. Это катары и альгивойцы. Как они сейчас названы? Катары, есть две трактовки слова катары, как котопоклонники и как чистые. Почему котопоклонники, христиане их так называли? Потому что кот – это один из ведических символов Всевышнего, это священное животное. Но они себя как кодопоклонниками не называли, скорее всего. А вот понятие, что они чистые христиане, чистое это христианство, у них это было. Их папы римские конкретно жгли. Замок Монсиюр. Их жгли заживо за то, что они сохраняли тайную книгу Иоанна. Ничего себе. Ну это… Закрыли. Да. Ну и конечно же, они её читали, они изучали, они это всё постигали. За это их заживо жгли. Их насаживали на кол, их колесовали. Была такая штука, как колокол выглядело, с шипами вовнутрь. Туда вовнутрь ставили человека и сводили створки этого колокола. А им же это всё вытерпеть надо. Вот вы уши закрываете, чтобы это не слышать. А люди ценой таких мучений сохраняли знания. И Ватикан всё это уничтожал. И они культивировали своё христианство. Поэтому, учитывая, что как бы тебе христианство каким-то путём, ты об этом говорил, я вот уточняю свою историческую позицию относительно этих ситуаций. Я не против Иисуса. Он один из богов, с ним всё хорошо. Бог любви, уважаю, почитаю. Я не против его изначального учения. Я против той лжи, которой было подменено христианство. Потому что в Византии были такие ситуации, что когда менялись некоторые версии христианства, часть христиан бежала на Русь. И они в мирном сосуществовании существовали с единической традицией. Также часть христиан сбежала даже в Индию. Это Фомино христианство. Христиане апостола Фомы. Там это отдельная ветвь, она сама по себе до сих пор существует. Вот где-то так. Это если вкратце... Ну да, Вишьян правду говорил, что в веках описывается предыдущая Земля, описывается древность этой планеты. Как, допустим, подтверждено, что мы не от обезьяны произошли, есть то, что люди сейчас в угле находят цепочки. В Америке одна женщина, разбивая кусок угля, чтобы топить печку, нашла в нём цепь. Ну, такую цепь, как сейчас люди носят. Понятно, что это она туда не упала. И уголь... Здесь нужно или пересмотреть углеобразование, что не получится, потому что есть чёткие научные параметры. Или согласиться, что тысячи и миллионы лет назад во время углеобразования уже были люди. Не просто люди, как некие приматы, а люди с цивилизацией. На духовном плане, потому что если цепочка, значит, что-то на ней нужно было носить. Как вариант, или какие-то государственные, или какие-то культовые знаки. То есть, были свои философские обозрения. Плюс, была материальная культура, чтобы эту цепочку изготовить. Есть следы подошв, ну, как в современной почти обуви, рядом с динозаврами отпечатанными. Есть статуэтка, там во время сверления в Канаде была найдена ей 800 тысяч лет. Есть в Африке Южной были найдены металлические сферы с обозначением экватора и полюсов, которым ученые говорят, что под 2 миллиарда лет. Ого! 2 миллиарда лет? Все вопросы к ученым. Я вот сейчас только привожу их свидетельство. Они, откопав эти сферы, сказали, что им 2 миллиарда лет. Но к ним же возникает вопрос, кто сделал 2 миллиарда лет назад, если по вашим данным, здесь еще даже динозавры не бегали тогда. Ну да. Динозавры там 100, потом 60 миллионов лет назад. это 2 миллиарда. Там теоретически только бактерии могли какие-то ранее ползать по данной науке. Они говорят, не знаем кто. И вот все вот эти люди, которые верят в НЛО, они говорят, наверное, инопланетяне пришли из сферы эти. А представьте себе, если они летают по космосу, если все, зачем им эти сферы? Сферы не несут технического назначения. И причем из нашего металла, а не из какого-то. Был проведен анализ из металла Земли, с чистого железа. То есть, зачем им сделать сферы из местного металла? Вот если местные жители делали сферы как модели планет, и у них там был какой-то, может, класс по астрологии или астрономии, и они там где-то расставляли их. Потому что сферы для этого подходят. Они разного размера, у них разные отметины, где-то полюса, где-то экваторы, где-то какие-то другие географические тонкости. Для этого это подходит. Но это наши делали, наши предки, не инопланетяне. Как многие говорят, о, наверное, инопланетяне пирамиды построили. В общем, все, что непонятно, неизвестно, инопланетяне. Так легче всего. Официальная наука или все не видит, как, допустим, в Южной Америке была найдена коллекция Вальдемара Джульса Руда. Это найдены глиняные статуэтки людей, динозавров, разных животных, которые уже миллионы лет назад вымерли. И там же рядом были найдены черные камни Икки, на которых также выгравированы изображения древних технологий. Люди и динозавры, древние континенты, очертания которых соответствуют реконструкционным очертаниям, которые делают современные ученые. Средства воздушного передвижения, еще куча всего. Подзорные трубы, то есть куча всего. Но наука как бы говорит, а мы не знаем, что с этим делать, это, наверное, люди фантазировали. Если человек фантазировал, почему он изображал динозавров в точности с тем, как их сейчас изображают? Это невозможно. Здесь или следует предполагать какую-то генную, может, инкарнационную память, или же предполагать общение людей с динозаврами. Версия о генной инкарнационной памяти отпадает, потому что там конкретно изображены люди рядом с динозаврами. Значит, это не может быть, что кто-то там додумался, что когда-то на Земле жили динозавры и изобразил их. Он бы тогда не изображал их как тягловых животных в повозках, что на них люди как на конях ездят и так дальше. Он бы по-другому это изобразил. Вот и выходит, что люди жили во времена динозавров и раньше. И всё это археологическими фактами я готов подтверждать. Потому что это не я откапывал. Я единственное, что могу просто как некий как гид или экскурсовод привезти вас в библиотеку и сказать вот в этом зале читаем это, вот в этом это, в этом это, в интернете находим фильм Деникина, Ситчина, Майкла Крымо и так далее, и так далее. А это всё задолго до меня было сделано. Я, что ещё, я могу вам это всё состыковать с ведоми. Потому что многие, вот как тот же Ситчин, Деникин, они говорят вот найдено, вот официальная наука плохая. А вопрос а что делать, чем заменим? В той же России есть Фоменко и Носовский. Фоменко и Носовский, анализируя неправомерность, и потом Чудинов ещё пошёл ту же степь, они, анализируя неправомерность исторических построений относительно раннего средневековья, решили всю историю, которая сейчас нам известна, про Древний Рим, Древнюю Грецию, там всё вот это вот, впихнуть в тысячу лет. Допустим, Александра Македонского отождествит с Александром Невским, ну вот, то есть, очень такие глупые примитивные ходы. Я когда с Аполлоедами этого течения общаюсь, я говорю, ну смотрите, Наполеон с Запада шёл завоёвывать Восток, Наполеон захватил большую часть Европы, а Наполеон вторгся и в Российскую империю. Почти то же самое сделал Гитлер с СССР, поэтому давайте ещё отождествите их. Они говорят, ну это же достоверно, известно, это недавно было, понятно, что это не один и тот же. Я говорю, а почему же тогда на основе того, что ситуации или персонажи схожи, вы отождествуете в более ранних случаях? Ответа нет. Просто так им удобно. Я против этого. Я за то, чтобы конкретно использовать те наработки древности, которые есть и разбираться, что там по факту. По факту Геродот знал египетское предание, что пирамида принадлежит Хеопсу. И Геродот записал, что пирамида Хеопса. Геродот знал, что египтяне строят пирамиды, поэтому предположил, как пирамида Хеопса могла быть построена. Однако, в Египте была найдена инвентарная стела. На инвентарной стеле описано, что Хеопс проводил реконструкционно- восстановительные работы в пирамиде Исиды. Понимаешь, о чём идёт речь? Хеопс сам не писал, что он строил пирамиду Хеопса. Он писал, что он занимался археологическими и реконструкционными работами. в период его жизни уже была эта пирамида. Ну да, ну вот как, допустим, вот существовало это помещение. Здесь кто-то что-то был, потом вот сейчас это стало офисом Народного Института Человека. Понятно, что Народный Институт Человека не строил это здание. Понятно, что та квартира, в которой вы живёте, вы её тоже, вероятнее всего, не строили. Однако, это ваша квартира. И вот если соотнести то, что люди строят дома и данное, что квартира ваша, можно привести к такой очень примитивной и глупой логике и сказать, что вы построили свою квартиру. А так же самое и с Хеопсом. Он провёл реконструкционную работу, есть инвентарная стела, найдена археологами, всё там хорошо. Проблема в том, что историки уже задолго до этого приняли теорию Геродота о том, что Хеопс строил свою пирамиду, и поэтому просто не видят ту инвентарную стелу в упор. Просто в упор не видят. Более того, есть по Египту вообще целая куча. Ещё такой пример. В книге в текстах пирамид есть фраза, что жрец подносит умершему фараону руку, он подносит ногу, он подносит сердце, он подносит там другие внутренние органы и части тел. И возникает впечатление, что древние египтяне были жестокими варварами, которые просто расчленяли людей и приносили умершим богам и царям. Однако, это тоже неправильный перевод египетских иероглифов. Иероглиф нога означал ходить, иероглиф глаз означал видеть. То есть, жрец подносит фараону мистическую способность видеть. без какой-то физической закровавленной ноги или вырванного закровавленного глаза. Более того, ни один археолог никогда не находил в египетских храмах или пирамидах допустим, кости человеческих рук и ног, чтобы можно было прийти к выводу, что они делали подобные жертвоприношения. В саркофагах есть мумии, но то мумии умерших. А вот чтобы так отрезанные конечности, такого не было найдено. И текст прямо говорит о том, что жрец подносит мистическую способность так или иначе действовать, а не сам орган действия. Дальше. Там есть такое, что цель каждого фараона это взойти на солнечную ладью и соединиться со Всевышним. Ну, это имеется в виду определенное энергоинформационное слияние. Но у переводчиков, которые происходили из западного мира, сразу возникло впечатление, что ага, соединение, как люди могут соединиться? А, ну, наверное, половой контакт. И поэтому в официальном академическом переводе текстов пирамид сказано, что фараон хотел взойти на солнечную ладью, чтобы заняться со Всевышним мужеложеством. Конечности обрубленные уже обвинили, в омосексуализм уже обвинили. Дальше, египетский миф о творении гласил, что Всевышний, соединившись со своей силой, породил тех или иных богов. Ну, там дословно он соединяется со своей силой, которая, как является его правой рукой, богиня Сехмет, силой славы Ра. Вместе с ней он порождает Тифона и Тифониду, а также богиню Уджет, бога Тота и целый сон богов. А как? А там был иероглиф в виде руки. Они, ага, значит, Всевышний занялся мастурбацией, и так из его руки, рука его запеременела, из руки постепенно вывалились вот эти боги. То есть, поскольку переводчики тупые, они и мифы древние, именно древние знания опошляют. Понятно, что если человек прочитает, что Ра взял, мастурбировал, его рука обрюхатилась, и потом там родились какие-то сущности, люди воспримут это как идеотистский миф какой-то. Однако, если по-философски разбираться, что изначально имелось в виду, то всё нормально, что он своей силой и славой, богиней Сехмет, зачал богов, всё нормально. Ни с рукой, ни с ногой, ни ещё как-нибудь. Всё нормально. Сами египетские древние тексты, они не противоречат ни здравому смыслу, ни разуму, ничему. Поэтому я при переводах именно за то, чтобы переводить в высшем философском смысле тех изречений, что были, а не как попало. Потому что вот как сегодня человек по точкам акупунктуры, когда я читал про славянские точки вот эти на теле, у нас, допустим, вот где самое тонкое между ноздрями есть вот это место, это называется точка горячей ноги. Если, ну, дословно по переводу. И представь себе, если вот так вот в каталоге точек на теле называется точка горячей ноги. люди не поймут, что имеется в виду, то ли надо ногу в костер, а потом в нос кому-то бить, то ли что с этим всем делать. Ну, а что ты смеешься? Если точка горячей ноги, ну, а что, значит, все, беру подкову в костер, а потом кому-то в нос, как вариант. Но имелось... Наверное, нет. Неправильно, что нет. Потому что, в принципе, если с другой стороны переводить, то это точка активного движения. вот и все. Тот иероглиф, который в этом смысле означал ногу, также имеет смысл движения, а тот иероглиф, который означал тепло, также означает активность. Вот и все. Точка вот эта. Вот эта точка активного движения. То есть, если засыпаешь, берешь и отдавишь, и у тебя есть. Ну, по крайней мере, если засыпаешь, и кто-то туда подставляет раскаленную подкову, то тогда точно начнется активное движение. Однако, я не за это. А, допустим, что, как иголку туда некоторые вставляли, какой-то кристалл приделывали. Ведь у нас на теле есть ряд точек. И в древности те или иные кольца, те или иные серые камни, они ставились с научной точки зрения. А сейчас просто часто человек может себе в уши насувать кучу искусственных камней или кучу всего того, что будет ему вредить. Да, он считает, что украшает. Без никакого смысла. А в древности то, что, допустим, женщины для большей активной плодючести могли на ту или иную сторону носа поставить себе тот или иной камень. Или вот даже казаки в целях и сохранности рода, а также в целях обозначения. То есть ставший среди казаков по количеству серёжек в уши казака мог определить его социальное положение. То есть стоит ли его не это, а стоит ли его вместо лычек. Я понимаю, но это не погоны, как, допустим, что он главный или низкий, а, допустим, он последний сын или не последний или уже продолжил род. То есть его в первые ряды ставить или во вторые или и так дальше. Просто это ещё целый ряд других соображений. Однако я говорю, что это имело смысл и то, что расположение камней имело смысл. И поэтому вот здесь вариант, как переводить, точка активного движения или точка горячей ноги. И, соответственно, сразу и подход другой. Если мы называем точкой горячей ноги, значит нужно представить, что наши предки были идиотами, они, наверное, горячую ногу себе под нос подставляли, там, шпарик. Ты же понимаешь, что Мешак был врагом Рима. Мешак был сепаратистом. Вот смотри, что сейчас на Востоке, или в любом случае, если мы находим какого-то негодяя сепаратиста, что лучше его самим бревном забивать или властям сдавать? Ну, властям счет на город уплатить. Ну вот, то есть лучше властям сдать. Также во времена Римской империи, если Мешак ходил по Израилю иудеи и говорил, что римляне это оккупанты, римляне это гады, а вот иудеи, и вообще он даже говорил, что римляне это хуже псов, потому что иудеи это богоизбранный народ, а псы это ихний, поэтому любой римлянин хуже иудейского пса. А Иисус поглядами своими погоджился с ними? Да ни в коем случае. Иисус сказал кесарю кесареву Богу Божию. Тобто Він, в принципе, поддерживал владу римскую часу? Да. А не длилось там что-то плохое? А кто тогда Бог взагалі на цель? Иудеи приносили кровавое жертвоприношение, резали голубей, петухов, овец, кур, кучу всякой живности, там храм постоянно утопал крови иудейский, иерусалимский. А римляне это только отчасти пытались минимизировать. Поэтому и даже с духовной точки зрения я понимаю, что Иисус не противостоял римлянам. Кроме того, Иисус вообще хотел показать иудеям, что власть, ну да, власть, она почти всегда так или иначе имеет свои негативные аспекты, однако вот то, что мы по своим заслугам заслужили, то от Бога мы и получили. И поэтому с высшей точки зрения, ну что, или будут евреи под Римом, тогда Рим внесет хоть какой-то порядок. Или иудеям воевать, допустим, на пару лет получить независимость, а потом обратно их Рим захватит. Не Рим захватит, Персия захватит. Иудеи жили в таком месте, что все равно кто-то захватит. Или если не захватит, то им нужно постоянно вести кровопролитные войны со всеми вокруг. Поэтому с любой точки зрения война была нецелесообразна. Это они постоянно так размножились до такой количества, что смогли взагалі вынищить хоть одну добре развиненную державу? Ну, ты державу чуть-чуть переоцениваешь. Ну, скупчення племен, так скажем. Скупчення племен. Скорее, города государства. Греция, греко-семитская система — это не государство, это города государства. То есть наша система, допустим, есть пример Скифия — это государство на всю Евразию. Киевская Русь — государство на всю восточную Европу. А у них это города государства. Вот Карфаген сам по себе, Афины сами по себе, Иерихон сам по себе, Дельфы сами по себе, Крит сам по себе, то есть мелкие такие кусочки. И тут с пустыни вылазит несколько тысяч на войско и захватывает ближайшую деревню. Естественно, что все остальные говорят «Да фиг с вами! Мы сами по себе, вы сами по себе». То есть они не жили общностью какой-то такой, чтобы, допустим, один за всех и все за одного. И поэтому иудеи постепенно захватывали окружающие города. К тому же иудеи от Яговки получили разные внеземные или даже если земные, то все равно сверхтехнологические средства ведения войны. Это имеется в виду радиационное оружие, имеется в виду бактериологическое, химическое и звуковое оружие. Я уже не говорю за идеологическое психотропное и психотронное в частности тоже. Есть свидетельства, что они подмешивали в реки психотропные вещества, есть свидетельства, что они играли на музыкальных инструментах так, чтобы в определенной сказанной Яговой чистоте, чтобы окружающие мозги просто плавиться. При этом они выбирали глухих среди своих. Еще глиной им полностью там затыкали уши. По непонятным причинам также завязывали рот. Вот это я не понимаю зачем вообще. Чтобы звук не проходил. Ну, может быть. Ну, вот это есть описание, что они глиной из-за своего леуша повязками. Допустим, так одна повязка шла, а другая так. Намертво, чтобы они не могли открыть рот. И вот эти стояли и били там одни в барабаны, другие дули. У них по времени было расписано как дуть, как бить, а те с ума сходили вокруг. Дальше трубы, от которых стены падали. Там как ковчег иудеи пронесут среди всех народов мор начинается сразу же. Там зараза такая лежала в этом корчеге. То есть понятно, что у них были средства для ведения войны на самом высшем уровне. И представьте как, допустим, современный спецназ против войска Римской империи. Той же самой. До одного взвода спецназа хватит, чтобы всю римскую армию угробить. Банально накинут пара гранат и войско разбежатся. Ну, что-то подобное и тогда было. Поэтому постепенно иудеи захватили это дело. Конечно, среди иудеев попадались мыслители, попадались философы, которые понимали, что надо развиваться. И я абсолютно против того, чтобы всех иудеев называть там какими-то врагами. я считаю, не стоит относиться к человеку по его этническим показателям вообще. Это может относиться если в плане размножения. То есть чтобы выбрать себе тузских с кем размножаться своего народа. А оценивать насколько он позитивный, негативный, умный, неумный это бессмысленно. Морган Фримен принадлежит негритянскому народу. Однако можно взять с одной стороны его, а с другой стороны кучу наших белых алкашей. И кто тогда лучше? Кто тогда выше? Один негр или куча белых? Причем алкашей можно специально выбрать, чтобы у них генетика была чисто арийская или чисто белобожечная или чисто еще от какого-то из богов. И выбрать, чтобы у них биометрические показатели все было идеально. И негро рядом поставить. И что? Кто из них лучше? Ну не в этом случае. Ну вот. И в интернете я находил многих евреев, которые дают людям хоть какие-то знания. Например, каббалист Лайтман. Я такой. Взагалі мені подобаются те прізвища, яке він собі взяв. Лайт як світло, іман людина. Тобто не знаю, чи це його справжнє, чи він так якось собі взяв псевдонім. І він дійсно просвіщає певних людей, дає певні знання, головне ж не ціне. Главне не то, якой чоловік, а главное, вернее, я имею в виду, що не главное, то, насколько качественно даёт знання тот, хто даёт, а то, насколько качественно хочеть взять тот, хто берёт. Потому що, якщо разумно, допустим, представити, що нету знань рахманській традиції, і подійти і послухати того, лайт нам. да, я можу взяти цей ряду інтересних данных і дальше использовать. Однак, що у людей щас дуже негативно, що вони кого-то чи принимають полностью, чи отвергають полностью. Тот же Чудинов, я считаю, що його частина по собранию фактического исторического бази садоказательства существування дохристианской нашей письменности заслуживає медали, заслуживає грамоти і почтення за це. За то, що він берет і любу неровнух читає, як руны Макоши, руны Рода, і говорить, що на Солнце руны Рода, і на Марсі руны Рода, і скоро скажет, що в водороді плавають руны Рода, там. Я считаю, що це бред конкретно. І більше того, може може як? може, от він знає імена Богов, що є руны, є Род, є Макош, і в його подсознанні генерирується та чи іна концепція, яку потім він проєцирує на те, що видит, і считає, що він це видит. Тяжело тебе щас понять, з какой стати я об цьому говорю, але, по сути дела, коли ми щось видим, ми не стільки воспринимаємо сам предмет, як воспринимаємо тот информационний ярлык, який на нього навешан. Вот смотри, ти, допустим, заходя в офис, ти видиш стол, однака, ти ще этот стол не потрогал, не проверил на прочность, і якась у тебе гарантія, що це не пирог форме стола? Ну, гарантії немає, але, ну, є якийсь стереотип, звісно, є власний досвід, тобто, і личний опит, ну, а даже представим, що нет, ти просто приходиш в офіс і видиш стол, от точно такий же. Я звик, що в офісях не пироги, форме стола, а і столи з дерева. І це правильно, але це доказує, що у тебе є вже своє відношення до столу, і ти не зараз приобретаєш і аналізуєш опит, а то, що раніше було. Але це ж не є погано, це ж в багатьох випадках пришвидшує процес освоєння навколишнього середовища. Нічого нет плохого. Плюс з цього то, що, да, у нас вже є складний алгоритм взаємодійствия і стереотип поведення в той или иной ситуації, а негатив в тому, що часто, от трасси 60. І він там говорить, а що ж ви граєте, що у вас все черви черные, а пики красные. Потому що, і він показываєте карти, і тот вже не смотрит на масть, тот смотрит на цвет. Красные, значить черви, там, или как вони там, черные, значить пики. А тот дальше красные черві, вернее, красные пики і черные черві. Тоді. Тобто, то есть получается, що таке стереотипне відношення к чому-либо, оно може завести нас к ошибки. А в подсознанні не тільки це. В подсознанні ще куча всего делається. І по большому счету ми видим, очень редко, це щоб видити мир таким, як він є, це тоді, навіть биологічне зрення дають можливість видити цілу кучу существ тонкоматериальних. Я тут аналізую, якби, те процеси, які я вже можу на личному опыту проаналізувати. І я розумію, що частино тонкоматериальних существ я вижу даже обычними глазами. І віжу їх не тому, що там у мене гляда якісь супер-глаза. Глаза самі обычні, і десь відбітає, глядаєю, 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 Сначала сканер, ты сканируешь фотографию, а потом в компьютере установлена программа, что она в произвольном понимании обрабатывается фотошопом, там ещё чем-то, ещё чем-то, ещё чем-то. Проходит кучу фильтров, и тебе уже выдают не то, что сканер сосканировал, а то, что там компьютер наделал в фоновом режиме. Вот по сути дела почти такое у нас постоянно идёт. А тогда нужно постараться откинуть вот то, что там идёт, и взять непосредственно то, что идёт со сканера. Ну или с глаз, допустим. А как так очистить, дайте это такое число? Это разбираться в своих мыслях, это ковыряться постоянно. Ковыряться во всём, что я вижу, ковыряться во всём, что я слышу, ковыряться во всём, что я воспринимаю, и анализировать, это я увидел, или это там эгрегоры сработали, сработали, или это там стереотипы сработали, или это мозг обработал, и постепенно как бы отключать ненужные функции. Каким образом отключать? Ну вот каким образом перестать есть мясо? Взять и перестать. Просто не есть. Ну нет, сначала осознать, что это там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Ну смотри, ну можно два месяца или тридцать лет осознавать, и при этом есть мясо, а потом сказать, ну да, я осознал, а теперь я же уже просветлённый, уже можно есть. Ну да. А можно просто решить, есть мясо нецелесообразно, исходя из этого, я его просто не ем. И всё, и не ем. А вот когда мне говорят, а какую надо взять практику, чтобы не есть мясо? У меня нет такой практики. Как это, практика, чтобы не есть мясо? Ну просто взять и не есть. Просто не есть ту еду, где мясо, и заменять, если там телу что-то не хватает, заменять орехами, заменять зерновоповым, чем угодно. Ну просто не есть мясо. Вот такие это. Просто разбираться в своём сознании, разбираться, что, как, почему, зачем я воспринимаю, и выбирать те алгоритмы, которые мне нужны, и откидывать то, что мне не надо. Это глубинный самоанализ. Ну, в какой-то мере я занимаюсь им уже, ну, как бы, длительными проблемами. Значит, я уверен, что у тебя получится. Поэтому я предлагаю всё-таки перейти к теме. А то мы взялись за протоколы сионских мудрецов, потом закопались в историю... Ну да, ну можно просто, вот, это, на примере стола, да? Я захожу в помещение, вижу стол, но я, ну, пока не пощупаю, и не буду знать, что это дерево, да? Я, ну, не говорю себе, что это стол. Так или как? Ты, допустим, сохраняешь... То есть ты заходишь, зрительный аппарат доводит до твоего сведения, что вот есть какой-то предмет. Сразу поисковики мозга выискивают, что похожее, что похожее, что похожее. Ну, когда тоже на компьютере есть поиск, и в гугле есть поиск по схожим фотографиям. Вот это намного быстрее всё происходит. Поиск, поиск, ага, стол, похоже на стол, значит, наверное, стол. А, стол какой? А, стол деревянный, всё. Ты, конечно, да, может, вероятнее всего, стол. Но потом уже, а, ну, ну да, стол. А, если не стол? Ну, просто как бы более, может, детальное внимание к этому явлению. Здесь, ну, это да, это надо заниматься самым анализом. Ну, это минимум на двух планах нужно действовать. То есть оставаться вот в том, чем я занят непосредственно, да, и ещё держать, ну, анализ всего вокруг, ну, как бы, да, и отсекать эти все вещи. И постоянно вообще анализировать процесс мышления. Потому что люди не мыслят сейчас. Львовские, там, специалисты доказали, вот, на примере статистики, один-два процента человек самостоятельно мыслит. Ну, ты представь это себе, это кошмар. Всё остальное что, подсознание? Всё остальное это совокупность подсознания, общественного мнения, стереотипов, там. Чего угодно, но не личных мыслей человека. Там чувства, инстинкты, что угодно там. Но не личностное мышление. Как вы, люди, мыслите? Якщо вы люди, думайте. Ну, если переводите. Или если вы люди, то мыслите. А нам доступен еще какой-то более добрылый орган восприятия, чем понимание, чем мысление. Смотри, мозг это еще не понимание совершенно. Ну, я согласен. Мозг это даже не ум. Мозг это компьютер, по сути дела. Компьютер, который состоит не из проводков и микросхем, а из нейронов, там и жидкости передающие, там. Есть много каналов передачи информации. Если ведическая описание, современное, что только нейроны там друг друга трогают и передают электрический импульс. Ведическое описание, что там есть и некоторые другие элементы передающиеся. То есть, это достаточно мощная, достаточно такая хорошая компьютерообразная машина. А вот ум — это уже такое явление, которое возникает на стыке духовных, вернее, не духовных, а проекции духовных составляющих. То есть, яно — сознание. Проекция во внимании сознания. Плюс берётся вся информация, как софт с компьютера, так и софт с мозга, условно говоря. Плюс состыковка с тонких тел, органов чувств. То есть, вот это на стыке. Как, допустим, сайт. Сайт, когда он вообще в интернете, ну, в общем, на сервере, если разобраться. Ну, вроде он как в интернете, а когда ты открываешь на компьютере, то вроде как и на компьютере. То есть, где сайт? На компьютере или в интернете? И вот таким путём... То есть, ум — это грань, да? Это то, что на грань, то, что совмещает в себе. Сустав такой. Да. Берёт непосредственно то, что с мозга, и должен перевести дальше. Дальше разум — это то уже, где непосредственно принимаются решения. Яно, ян — это проекция сознания. Про то, куда мы направляем внимание. Внимание искры. Да. Ну, и дальше уже то, о чём пока и нет смысла говорить, в принципе. Хотя и мозг сейчас не задействован у людей. Я понимаю, что хоть я пытаюсь свой мозг задействовать, но мой мозг также далеко не задействован. Мой мозг отчасти устает от того, что не осуществляется процесс сна. Но мой мозг отчасти устает от других некоторых процессов. То есть, чтобы оптимизировать мозг, я даже не знаю, что с ним делать. И я понимаю, что... А вот те люди, которые алкоголем травят, это же вообще просто страшно представить себе. Поэтому даже не говоря туда дальше, хотя бы с мозгом разобраться. Хотя бы его как-то оптимизировать. И поэтому давай оптимизировать с помощью изучения яйца. Добре. Творение. Всесвятиво. Нет. Никаких не Всесвятиво. Только Всесвятиво. Потому что... Яять, их же ж много. Да. Но туда лазить каждое яйцо мы не будем. Не будем. Мы будем изучать только строение нашего яйца. Но это не начаток. Ну, то есть... Ну, все-таки же есть небольшая висхидная события, от завязки створения Всесвятого. Правильно? То есть, я насколько я помню, часть Искор, ну, грубо говоря, обратилась к Всевышнему, что им хочется чего-то нового. Так или нет? Ну, так и нет одновременно. Почему? Потому что первонаперво, можно сказать, жирным шрифтом и огромными буквами размером с планетарной системы, символически, конечно же, в Ведах зазначено, что люди, которые пользуются материальным восприятием бытия, вообще не должны задумываться о духовном мире. Потому что все равно любые мысли будут искаженными. У нас, если по факту разобраться, даже нет четких мыслей относительно материального мира. Мы не понимаем материальный мир. Реально мы думаем, что здесь какой-то твердый стол, однако там циркулируют молекулы, там постоянно крутятся электроны вокруг протонов, там летают на гигантских скоростях разнообразные мелкие составляющие, там куча пустоты. И, по сути дела, мы не понимаем даже строение материи. Если бы мы понимали строение материи, мы могли бы уже, могли бы, то есть были бы вот теми магами, которые могут как-то модифицировать окружающее. А что, куда сунуться в духовный мир? Поэтому, чтобы хоть было какое-то отдаленное представление, говорится, что да, можно сказать, что они не захотели служить Всевышнему, или можно сказать, что они захотели чего-то нового, или можно сказать, что они захотели отдохнуть. Но это неправда. Это просто условное сравнение. Пока мы не проснемся в своем духовном сознании, это будет только сравнение. Ну, непостижимо. То есть, разве ты сможешь на калькуляторе создать сайт? Ну, представь себе. Как? Чем? На калькуляторе, где там малюсенький экран только для цифр. И что, чем? Ну, ну как? Ну, то есть, вообще никак. Даже уже, даже вручную, там проще представить, что вот нарисовать какие-то картины, типа, вместо страниц с сайта. Но это тоже примитиво, это тоже совершенно не то. А здесь, причем, компьютер и калькулятор не настолько отличаются друг от друга, как духовный материальный мир. в духовном мире, опять же, вспоминая предыдущие, то, что я все сказал, но в духовном мире каждый из нас является самодостаточным. И тела наши не состоят уже из каких-то искр, они состоят из нашей духовной энергии. А здесь, в наших телах, мириады других живых существ. Эти существа, кто спит, кто не спит. у нас где-то может быть там планеты, на которой живут святые, которые развиваются, и намного совершеннее нас, в принципе. У нас внутри. Одна из искр нашего тела. Ну, на каком-то, допустим, электроне может жить целое общество. Там могут происходить звездные войны между планетами. То есть, мы уже чьи-то боги, да? Ну, что с таки? Ну, очень никакие боги. Ну, понятно, не такие, как наши, но имею в виду... Почти вообще не такие, честно говоря. Ну, шось такое. Ну, наши, ну, мы, как искры, управляем этим всем. Нет. На половину осознанных. Нет, никак не управляем. Смотри, разве управляешь ты пищеварением, чем-то? Да ты ничем не управляешь. Только, может, руками подрыгать можешь. И все. Ну, там, это очень такие, внешне примитивные. А разве ты можешь крови своей приказать циркулировать медленнее или быстрее? А как добытись того, чтобы контролювати все процессы? Ну, постепенно контролировать. Первое, пища, дыхание и пошло-поехало. А параллельно с этим, ведь это не так, что пища, дыхание и все. А это пища и контроль все-таки сознания, хоть частично, ума. Дальше дыхание и также еще глубинней и чище. Контроль ума, контроль разума и так далее. И дальше, то есть набирается опыт, набирается понимание, и легче сделать следующий шаг по контролю, допустим, кровообращения. И есть конкретно вот тот же болотный, он может, если ему нужно будет, приускорить, настолько ускорить кровообращение, чтобы яд вылить из своей крови. Причем это давно было, он просто показывал. Вот как мы на празднице, допустим, стреляли с луков, дрались с деревянными этими метчиками, так сказать. А он когда-то так показывал, что ему взяли туда ходилучий яд, насыпали вену, и он просто стоял и сделал так, что кровью этот яд вымыл. Ну, он учился, как это делать. Причем он это сделал, у него как раз не случилось этой ступени, чтобы там он контролировал полностью процесс кровообращения. Он только знает некоторые там нюансы, как можно участить биение сердца, зажать там одну вену, другую так, другую сяк, чтобы кровь лилась не с того места, откуда не надо, а лилась с того, откуда надо. Это настолько... С одной стороны, тут много чего нужно знать и много чего сделать, с другой стороны, это примитив. Это не что-то там сверх, что он там взял, сел в медитацию и яд испарился. Причем это уже тоже начало, это уже первая какая-то ступень туда. И даже в принципе то, что он с демонами вот этими возится, это тоже отчасти ступень, он контролирует тонкоматериальных существ. Многие мне даже говорили, да ты не рассказывай никому, что вот священнослужители вашей традиции контролируют демонов, там, чертей. Особенно христианам это страшно, допустим. Представь себе, если здесь будет какая-то христианская тетушка, которая полностью зомбанулась на христианской штуковине, и тут я говорю, да, вот я священнослужитель ведической традиции, а она такая смотрит, рясы долго и нету там, это самое. Еще скажу, а знаете, у меня еще есть друг, который на поясе чертей носит, в колбочках. Хотите познакомиться? Но в плане самоконтроля это колоссальная духовная практика, то есть, если он что-то даст слабилку, эти черти его же сожрут. То есть, ему постоянно приходится поддерживать определенную частоту тонких тел, иначе все те бесы, черти, демоны, и все, кого он когда-то на кого-то кидал, они просто вернутся к нему и раздерут его на запчасти. Все тонкие тела там будут сожраны почти. Вплоть до того, что душу изгрызть могут. А дальше придется с минералов восстанавливаться. Поэтому ему приходится контролировать там, такую мысль не допустить, эту мысль не допустить, так вот это контролировать, чакра должна быть такого свечения, а это должно быть такого, канал должен быть, то есть, это тоже практика. и хорошо, что это есть. Правда, лучше, наверное, чтобы он все-таки не чертей на поясе носил, а мог бы каких-то природных духов, допустим, собирать. Но он чем это мотивирует, что природных духов нельзя как собак на кого-то натролить. Поэтому, допустим, кому-то из людей, и тебе я бы рекомендовал, скорее, если в этом плане совершенствовать, то не с чертями возиться, а с природными духами, местности, с чем-то таким. И вообще можно по другому пути пойти без низших существ, а просто самому себя лучше понимать, лучше контролировать и развиваться. Ну, даже не важно как, важно что, а именно то, что он имеет определенную степень самоконтроля. И это хорошо. Так вот, что в духовном мире? В духовном мире, получается, вспоминаешь огромную надпись, состоящую из галактик, где сказано, что материальными мозгами духовный мир не осмыслять, но часть искр захотела чего-то другого. И Всевышний начал для них творить. А другая часть искр говорит, Всевышний погибнут. Всё, конец. Пусти нас туда, мы их вытащим. Он говорит, хорошо. По большому счёту, это и стало основой материального мироздания. Те, кто ушли, они стали, как правило, мёртвой материей. И приводятся в состояние человека, Бога, и в дальнейшее развитие, допустим, посредством тех механизмов, которые Тиффон заложил в таких материальных образованиях, как Солнце. где, допустим, в следствии процесса, похожего на лотерею, я когда-то наблюдал по телевизору, как там в большой штуковине прозрачной, с помощью воздуха или чего, сделано, что шары прыгают. И только один, так или иначе, попадает в отверстие. Некая похожая ситуация творится на Солнце. Те механизмы, которые установил Тиффон, дают, что искры, чуть-чуть просветившись, зарядившись силой Всевышнего, со временем начинают там с дикой бешеной силой вот так вот дрыгаться, как шары в той штуке, которая участвует в лототроне, или как она называется. И один из них потом выстреливает внутрь Солнца, а изнутри со временем выстреливает наружу. И если он попадает на Землю, здесь он начинает развиваться уже дальше в кристалл и выше. Это так искры вот те, что хотели спать, постепенно приводятся в сознание. Но их кто приводит? Их приводят те, кто пришли для того, чтобы их пробуждать, то есть Боги. Ну и Всевышние, конечно же. Боги это как раз те, кто добровольно сюда пришли. Конечно, за время существования материальных времен часть Богов со спящими уже давно поменялась местами и в некоторых случаях даже неоднократно. Но изначально было именно так. И Высшие Боги при чём они не падали? Высшие Боги при чём? Они не падали. Ага. как отвечали за свои какие-то части Вселенной, так они отвечают. Они не менялись, они не падали, не засыпали. Ну и уйти не могут, пока Вселенная есть. Так что так. Вот, Всевышний начал. Но они не находятся. Они только спроектированы своей сведомостью сюда. Ну да, но сначала они понимают, а бывает и отвлекаются. Мы все, по сути, не здесь. Но мы настолько в это сознание погружены, что нам кажется, что мы здесь. А вот эти 7 миллиардов, которые я тут, они в целом людском а мы только в теле не имеются связи с чем. Да я же не знаю всю историю твоих воплощений. Ну так, но по тем данным не понятно. По крайней мере тут, по крайней мере давненько тут уже. Да нормально. Да нормально. Я тут уже тоже очень давненько. Все одно часа же немає. Оно по факту так. А кажется, что нет. Оце будет прикольно, когда мы проснемся. Так ничего не произошло. Ну, тоже не понимаем. Великые буквы пошли. и еще иллюзия в том, что мы вообще спим. Просто мы сами как бы по сути дела нам просто нужно понять, кто мы на самом деле. Это вот смотри, это вот как тот человек, что играет на компьютере. Вот он думает, где нажать кнопку проснуться. А ему просто нужно отвести свой мыслительный взор от монитора и от игры, которая там есть. Не надо будет искать кнопку проснуться. но он ищет кнопку выйти из игры и там еще что-то. Да нафиг. Отвернулся и занимается чем-то другим. Но, к сожалению, у единиц только это получается. Ну, я имею в виду как проекцию на вселенную. Что? Ничего что-то. И вот собрались вот эти вся искры. они тогда были в сферическом образовании. Эти все первые и вторые. Все, все, все. Там происходили очень интересные процессы, в ходе чего отделилась великая богиня Дхама и туда же свое проявление поместил Всевышний. Дхама вобрала в себя очень много искр. Наверное, больше половины всех искр этого сферического чего-то. А Всевышний где дней? Нет. Дхама она стала как квадратная плоскость. Ну вот как, допустим, верх стола. Только это прямоугольная, а это просто квадратная плоскость небольшой ширины, или небольшой высоты, как правильно это назвать, а Всевышний над ней. Вокруг Всевышнего циркулировала куча искр, то есть оставшаяся часть. Большая часть пошла на постройку ее, а где-то около 40% вокруг Всевышнего стали как его огнем там всем вокруг него. Его проявление было похоже на солнце. И в направлении Дхама он начал как бы выстреливать лучами. В каждом из этих лучей крестовидным устройством стоят шары. В каждом из этих шаров дублирован на центр проявлен Всевышний, вокруг проявлена рада, вокруг проявлен допустим Астар, Хатар, Онтар и также есть боги границ и разнообразных элементов вокруг и между и рядом и над и под ними. В нашей такой сфере есть такая внутренняя как бы тонкая сфера, которая называется Удел Ария. Она состоит из внутренней границы, которая называется граница Йезуса, которая называется граница Йезуса, или точнее Йезусу, в том проявлении имя Йезуса. И внешняя граница Деймоса, имя которого в том проявлении Дьяйга. Между этими двумя границами находятся как раз вселенские яйца. Жив? Наверное. Нейроны живы? Не знаю, тебе виднее. Майдан не устраивает? Нет, нет. То есть ты образы поняли, да? Да, но я уже можно я это нужно прийду. Значит, хама выбрала вибрала в себе большую частину и створила себя как квадрат. Над нею... Ну да. Такой квадрат. Плоскость квадратная. Плосчина, но все равно с верху. Руникуб, да. Именно как... У меня схоже в выставе было, я не знаю, я это очень дивно. В смысле? Ну, как ты такое в выставе покажешь? Что там квадрати, кубы, и пирамидки искачут, или что? Ну, так у меня и было, такая декорация. Это же как суховато, надо там сродниться, чтобы на такую выставу смотреть и не умереть. Ну, это было не ею площиною, только в декорации. Найдем дальше. нужно. Над Тхамою? Нет. Над Хама? Смотри, ты еще не дошел там нигде. до данных оконцовки ведических слов. Хорошо, тогда сообщу тебе и прошу записать или запомниться. Многие те древние ведические слова, которые состоят из слогов и в которых есть оконцовка, часто это оконцовка несклоняемая. Ты должен понимать, что в школе ты изучал обычное словообразование, которое характерно для индоевропейских времен, где есть корень, есть суффикс, префикс и куча всего. Вот это индоевропейцы, дальше протославяне, славяне, восточные славяне, украинцы и так дальше. Однако, еще намного до этого были схемы построения слов, где слова строились из слогов. И осколки данной системы словообразования до сих пор у нас присутствуют. Их пытались так или иначе перепричесать под общую схему, однако не всегда это получается. И в ведической традиции они просто остаются как вот такие реликтовые некие слова. Их порядка в зависимости от архаичности текста их порядка 10-30% от общего словарного запаса. Поскольку во время позднего средневековья эпохи Возрождения возникло сильное отличие языка рахманской традиции и официального тогдашнего староукраинского языка, было принято решение о создании дополнительной гласной в таких словах. Поэтому мы не изменяем слово рата. Мы говорим рата, знак рата, рата гиперборея. А чтобы ее склонить, мы говорим рата ей, рата ю и так дальше. То есть мы прибавляем вот эту меняющуюся концовку уже после а. Но а, как в тех словах, которые сами состоят по общепринятой схеме, она не меняется. А не превращается в у, о или еще что-то. Поэтому чтобы склонить слово дха-ма, надо добавить туда гласную. Вот допустим не дхаму, а дхамаю. Или как-то так сказать. Ну я встречался не допустим не дхаме, а дхамаге. Вот эта меняющаяся концовка она добавляется после а. А как таковая она не трогается. Хорошо. Всевышний будучи над дхаммайею выпускав а и вокруг какого кружали вихри и их было настолько много что они как на солнце сформировались в некую плотную оболочку. Полностью там покрыли его. То есть все-таки вихрь или сферический? Сферический вихрь. С циркулювали они как заблок. С бешеной скоростью там просто неописуемо. Так а какая швидкость без простого времени? Еще же не утворился простого времени? Нормальная швидкость. Вот опять что касается духовного мира тяжело это представить, однако они постоянно меняли место свое. Они постоянно там фактически между их движениями создавались миры. Это были некие прото-миры, которые были как пробный вариант того, что дальше будет уже упорядоченно создано. Но те боги, которые дальше хотели что-то создать, они там сталкивались, потом брали куски спящих, и из них что-то создавали на какую-то микродолингу чего-то. И сразу же оно исчезало, и те же искры, которые там принимали участие в одном чем-то, они могли быть задействованы и с другой стороны в другом чем-то, и при этом они могли находиться во многих местах одновременно. И это лучше туда не заглубляться, и представить параллель просто с Солнцем. Что вот как на Солнце вот эти все сверху вихри, где-то так оно так и было. Но те боги, которые искры, которые ... А, тогда уже нужно говорить искра или нет? Самое так. Те искра, которые усведомленно захотели проникнуть в матеріальный свит, были и в Дха-Магии, и вокруг Всевышнего. Да. То есть, в принципе, распределение тех, которые хотят спать, тех, которые хотят будить, одинаково, что там, что там. У них, по сути дела, не спрашивали. Дха-Магия, приложив огромное количество своей собственной воли, создала именно то, что хотела. Там они также смогут будить, смогут развиваться, просто это будет намного дольше и намного по-другому. И лучше туда не углубляться, и про это вообще не думать, что оно есть. Потому что если тебе дать те гимны, в которых это описывает, тебе уховат не понадобится, мозги свернутся. Долго ты меня загадывать будешь? Что? Пожартовал не вдало. Не, ну скажи же. Кажу, долго ты меня загадывать будешь. Кого? Чего? Через каждые 10 минут ты уховата скажешь. А я же просто не только из-за тебя, и не столько даже из-за тебя. Там мне один прошлым летом задавал вопрос, а можно ли использовать его детище. Ну, естественно, что для себя я никогда не планировал его использовать. И вкратце так слышал общий антиблагости данного персонажа. А потом всё-таки навёл справки, потому что я подумал над таким явлением, что а может или самому, если, допустим, будет достаточно средств, ресурсов, там, последователей, или же оставить как завет потомкам, чтобы сделать какой-то генетически модифицированный организм или вирус, который конкретно выкосит коноплю на земле. Ну, чтобы люди меньше тропились. А потом дальше начал изучать. Оказывается, что не особо стоит стараться, через пару четверодоль его боги и так успокоят. Плюс дальше про него кучу я начитал истории, чем он занимался, как он вообще до такого дела дошёл. Ну, поэтому вспоминаю, изучаю персонажа и вспоминаю. В принципе, про него там можно хоть энциклопедию издавать, про всей випакости. Не ци стадии всесвітотворения, искра и мают різную могутность? Нет. Просто зависит, что одни не хотят ничего делать, а другие хотят. И те, что хотят, делают из тех, что не хотят. А лишь и это хотение відрізняется от того хотения, которое мы усведомлюем, которое это хотение, оно ещё не материальное. Допустим, то же самое желание поесть что угодно, мясо, не мясо, вообще даже дышать, оно, как информационная волна, состоит тоже из искр. Мысли наши, почти все, вместо битов компьютерных состоят из искр. Но если разбираться, из чего состоят биты, они, в конце концов, также состоят из искр. То есть, здесь всё состоит из кого-то уже. А там это просто часть нашей природы. И одни эту свою часть не использовали, а другие использовали на себе и окружающем. Чему самая Дхама взяла на себе такую роль важливую? Так так захотелось, то есть, так она посчитала нужным, у неё ещё были свои планы на Всевышнего, она хотела стать его женой, в его проявлении, как господина материального мироздания. В ней это не вышло? всё-таки он в конце концов сказал, что она там хочет, это отдельная история, и это может быть рассмотрено и отчасти исполнено, но рада это его сила и слава, и куда он туда и она, куда она туда и он. Рада искра? Ну да, ну сверх искра. А сверх искра, чему сверх? Ну потому что искра это всё-таки что-то маленькое отлетевшее, ну и одно из имён Всевышнего это праискра, то есть та искра, которая породила все искры. А в ведах указывается, что краде применима женская форма всех тех эпитетов, и формулировок, которые применимы к Раду. Значит, если он сверх искра, она сверх искра. Праискра. Арам Атма. Значит, они вдвох, только они вдвох могутнейшие, а все другие однаковы за могутней. Ну да и так. Доброе. Всевышний еще есть одно уточнение, что те, которые добровольно пошли на самоостязание материальный мир, вернувшись в духовный мир, их функционал будет несколько расширен относительно остальных. А те, которые просто не хотят ничего делать, лентяя им что? Ну, возродятся в своем духовном социализе. А тот опыт, который они получили, как он даст им какие-то бонусы, или это будет просто приемная, неприемная? Вот доберемся и посмотрим. Так, всевышний над хамою навколо якого над хама ой над хама єю навколо якого крутилися вихребосферичным чином искраї, стал вбирать их в себе и выпускать. Нет, просто стал из этой сферы направлять такой вариант уже ближе к ведам, потому что он брал тот или иной отрезок и поскольку там они имели дикую плотность, а он их как бы давал больше пустоты, хотя это тоже не пустота, и это отдельное существо, с которым он так же договорился, но представим, что это пустота. Але це створение тоже искра. Да, но это искра, которая даже не погрузилась в материальный мир, которая рядом находится и просто часть своих свойств модифицировала в пустоту, которая воспринимается в материальном мире. Им'я есть сложно произносимое. Ци промені мають хрестоподібну будову? Если этот промень разрезать вдоль, получится 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, вдоль. И скільки так поверхи? Догибили с половиной, образно говоря. Разрезаем так, получается 4, то есть получается, смотри, я же тебе сообщил, что 2, 1, 2, 1. Вот если разрезаем поперёк там, где 2, смотрим, что 2 по бокам и 2 ещё по бокам. Я кратаю. Ну, скорее, как 4 элемента в 4 шарика в трубе. Посередине ничего. Посередине ничего. Но, вот если вспоминаем вертикальное сечение там, где 2, 1, там, где 1. Горизонтально сечём там, где 1, получается, там, да, 1, но он по центру. В одном случае получается 4 просто втиснуты к трубу. В другом случае один, который находится как бы с одной стороны в той проимке, которая образована четырьмя, а по бокам пустота, а по бокам дальше труба. Якщо тут в розрезе 2-1, 2-1, то где ж тут 4 взялося поперек? А потому, что мы поперёк режем, получается 2, а если мы разворачиваем, ещё 2. То есть там, где 2, там 4, а там, где 1, там, ну, один и всё. Все. Тобто, це куйки такие, правильно? Ну, шарики такие. И всё, в 3D, так? Да. уже в цём, и ці промені входят в Дхамаю. Входят. На этапі, коли вони входят, чі... Що 3... Нет, мы находимся... Это не так, что вот, когда промені вошёл Дхамаю, там, шо-то начало нашого вселення твориться. Получається, структура следующая. Луч доходит до плоскости Дхама і возвращається обратно. Ещё в цьому є матеріальний світ. А матеріальні миры находяться вот в этих шариках, которые в трубах лучей. Ага. Как обычный луч света состоит из фотонов, так і тут, имея форму і структуру трубы, состоит из вот этих. Він відбивається від Хамаю і потрапляє за тію саму траєкторію назад? Ну, а ещё можна сравнить з відвіжними ножками. Відвинулись, задвинулись, відвинулись, задвинулись. Ага. Отак просто постійно це відбивається. Это не так, що як луч света тык, тык, не відбивається. Ага, не відбивається. А это тык, 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 тык. А чому ж ті іскри, іскраї, які складають Хамаю, не знаходяться тоді в матеріальному світі? Не знаходяться. Вони як? Міляряться? Нет, это просто совершенно другая формація матеріальних миров. Хама – это матеріальна основа. Лучи – это также матеріальна природа. штуковинник. Сейчас. Можно я это как раз хочу повторить? Я правильно запоминал. Значит, в центре кожного формування сверхсевишній. Навколо нього рада. Далі ідуть боги. радіальна. Які з'які з'які буїв, а потім ай. Смотри, воноцяється, що як у нас в центре землі Ра, внутрення ядро, вокруг рада, внешнє ядро, і дальше мантия, і дальше вже літосфера, і дальше вже гідросфера, атмосфера, стратосфера. Так і тут, в центре Ра, вокруг нього рада, між радой і астаром знаходиться удел арея. Астару? Це следуюча оболочка. І за чим вони відповідає? Неважно, за чим відповідає. Смотри, сравніваємо, допустим, внутрення ядро, внешнє ядро, і представимо, що между внешнім ядром і мантиєю знаходиться какая-то тонка прослойка в строїні землі. Це эта тонкая пленка є удел арея. Удел арея імеє внутрення границю, границю Єзуса, і внешнюю, границю деймаса. Деймас. Так. Єзус це любові ненависть. всевищного арея до іскр, іскраїв, а деймас ненависти. Ненависти? Так. Тобто, вже на цьому етапі є протилежність. Смотри, ось ця любові і ненависть це також зовсім не те, що люди відпові як любові і ненависть. Тобто, це ще ненависть любові і ненависть також ми називаємо це так, тому що це хоч якось дає чоловіку представлення ось, що це таке. І ще ми не стільки по факту, а потому, що ці богі проявлялись дальше, імеєт свою уже тут исторію. Однак, можна сказати, що один бог того, як сопоставити все іскри і об'єдініть їх другий бог того, як найти розличчя і протипоставити ці чи інші іскри. Це не любові і ненависть в емоціональному плані. Це просто різні підходи к структуризі іскр. І все. Це дуже схоже на білобога і чорнобога. І да, і нет. В чому відміність? Болі глобальна. А природа одна і та сама? Біда і нет. Абсолютно нет. Потому що є некоє подобіе, однако совершенно нет. даліше и не считать, и не считать, и не считать, что происходит в жизни, в жизни, в жизни. Ну и да, и нет. Так вам в чём видеть? Ну, то-бто... Кардинально, в принципе, на том уровне Иисус и Деймос даже не являются противоположностями. Их можно посчитать, но это не то. Ну, не то, понимаешь? Не понимаю. Надо изучать. Так, может, на словах это не передать, но надо читать гимны, надо читать тексты, надо читать всё это дело, вдумываться в образное значение буквиц, через которые написаны эти гимны, сопоставлять значения, сопоставлять, почему некоторые буквицы зачёркнуты, учитывать надстрочные знаки и всё это в совокупности даст представление об этом. Добрый. Значит, это часть, за которую отвечают Арии, Иисус, Деймос. Деймос? Между ними... Яйца. Безмежная количество. Ну, какая-то межа есть, но очень-очень много. То есть, числа даже можно ставить? Ну, некоторые... То есть, может даже и можно, но оно будет не точным, потому что некоторые руйнуются, некоторые створюются. Это, например, как число людей. Посмотрите, пока мы говорим, сейчас уже куча людей народилась, а другая куча умерла. И если я скажу, например, 7 миллиардов, там 20 миллионов, там 11, то через хвилину уже может быть... через секунду, уже может быть 12, через 2 хвилини может быть всего лишь 5, и навпаки как-то. То есть, нет точного числа, когда это не точно. Вот континенты, они все, что есть, и есть. И то. С часом. Ну, с часом. Но это не много таких. А это постоянно изменится. Еще раз. Вот эти формирования, в центре которых Всевышний, это как раз эти, как будто фотоны, кульки, которых 4, 5... Да, выполняющие обязанности фотонов по отношению к тому проявлению Солнца. Конечно. Это несколько, Эти формирования тоже бесплатная кулька. Ну, не совсем. Но они идущики только в эту сторону? Да. До Тхамайи? Только пирамиды? Ага. Аааа! Вот что! Вот где пирамиды! Я понимаю. Первая пирамида. Первая пирамида. Первая пирамида пошла. Ага. Так и мы прямо... Ага, все, еще до этого добираемся. В каждом, в каждом есть эти яйца, и в одном из них находимся мы. Так? В каждом из этих яйца есть... есть... Совсем нет. Личный состав каждого из этих исполняющих обязанностей фотонов совершенно разный. Единственное, что неизменно, наличие Ра и Рады. Ра, Рада, завжды. А там дальше правила меняются, як завгодно. Ну, возможно, есть какие-то алгоритмы, невозможно, а точно, однако в Ведах они... По крайней мере, в тех текстах, что я изучал, я на них не натыкался. Но... Однако, оказывается, что разная ситуация. Это как разное отношение времени и времени в каждом яйце, так? Ну, приблизно. Ну, хорошо. Но, значит, в нашем формировании, в нашей цикле, все эти яйца находятся между Иисусом и Деймосом. Само так. Доброе. И я так думаю. И я так думаю. Еще важное уточнение, что тупой стороной и наиболее толстой они находятся к Деймосу, построй стороной и наиболее тонкой они находятся к Иисусу. А Иисус это внутренняя граница, таким путем они находятся практически к Раде. То есть, когда, грубо говоря, мы прилетаем, мы путешествуем через Раду до Рад. А вот эта Рада и вот эта Рада называется как проекция духовного мира в этих штуковных. Проекция духовного света в этих штуковных. То есть, мы еще не прилетаем, а, тогда мы просто осуществляем, кто мы есть и все. То есть, через тот бек до Деймоса не прорваться, правильно? Там кто-то встает шар и... Смотри, там шар шаром, а там же еще огненные сполохи от Прамагапатая. Но, ну, ну, взагалі мы шли бы, ну, если их там... Грагиды когда-то пропилили дырку в своем яйце, вырвались, лазили в межяечном пространстве, встречались с теми хранителями информацией, с другими разными существами, запилили дырку в этом, зашли, и нормально. Поэтому вопрос, опять же, как к этому подходить? Ну так, Аликс, чтоб попасть до Деймоса, то что тогда? Ну, ты же не вилетаешь в Раду и потом... Можно представить, что, допустим, через оболочку Деймоса так же там просверляться в оболочку... в следующее образование, то есть в местность Астара. И далее туда и по богам? Ну, это маловероятно. Смотри, дровиды, когда пропилили... Ведь какая здесь самая основная штуковая... Самая основная такая вот, как сейчас говорят, фишка. Это в том, что при покидании сварги, даже при покидании не только сварги, даже своей местности в сварге, на нас перестают действовать законы. Допустим, искры твоего тела соединены в твоё тело только потому, что здесь указано, что это так есть. Выходим в ту местность, где не указано, что так есть. И происходит то, что там обычно происходит с искрами. Ловишь я залишаюсь? Я же искрался. Лишу. Лишённые возможности... Если ты не осознанный, то ты просто остаёшься там как некий узник и всё. И впадаешь в сон какой-то. Или что такое? Все иншие. Я не втирюйся там. Но дровиды, когда как раз решили всё это делать, когда они решили отсекать со своей Вселенной, они на своих кораблях попытались воспроизвести все автентичные условия своей Вселенной. Вплоть до того, что там у них были генераторы, которые формировали девятигранное время. В нашей Вселенной двуединое время, а там девятигранное. Причём наше, оно движется по спирали, а там по прямой. Ничего не повторится. Никак. И всё это время одна из опасностей, которая там чуть не привела к катастрофе, это что у них начала заканчиваться энергия. И в межеечном пространстве один раз чуть не случилась катастрофа, и чуть они все не разложились на запчасти. Генераторы начали переставать работать, и срочно учёным пришлось по-другому перерабатываться. Угу. Відомо, в якой саме культе мы находимся? Тобто там... Да, на схемах изображено, точнее. Ну, где? В центральной, по бокам там. Всё, когда взял схему, даже открыв мою видеозапись по схеме вселенной, ты это увидишь. Добре. Побудова Ра, Рада, Арі, який включает Йесуса, Деймоса и дальше ряд богов, сферичный тоже? Тобто все яйца сферично, так? Яйца находятся в прослойке, которая имеет форму полой сферы. Полой сферы? Ну, да. Если просто их снять с них Астара и следующих богов и вынуть Ра и Раду, получится полая сфера. Полая, я не понимаю. Пустая сфера. А, пустая. Ну, всё. Однако, в реальности, внутри Ра, в виде сферического образования, вокруг Рада, как сфера с внутренней пустотой, в которой находится Ра, Астар, Пхатар и Онтар. Между Радой и Астаром находится тончайшая прослойка, принадлежащая Арию, и там по двум концам Йесуса Деймос. Какие размеры важны? На схемах тоже есть. Добре. Далее, ось одна из этих яиц, наша. Там, если вспоминать один из ведических гимнов, то это надо, чтобы представить толщину вот этой прослойки, где яйца находятся, это надо представить волос на фоне Земли. Тяжело представить. На фоне планеты. Разрезать планету Земля, и сделать полную сферу из волоса в центре. Толщиной из волоса. Астар, Катар и Омтар. Астар, Пхатар, Омтар. Астар, Пхатар, Омтар. Верно. Они тоже сходятся с искрами? Да. Но там они чем-то другим заняты. Нам не видно, чем. Чем ближе к центру, тем искры более разряженные, чем ближе к периферии, тем они более скрупированные. В Омтаре там наибольшая плотность. Да. Тобто иде, отовщивается, отовщивается. Тобто теж та самая природа. У Омтара еще Анханакара, который там вообще. Доброе. Как случилось? Такие съезды в пространство страшные просто. Значит, пішов Аум звук, так? И Омтар? Нет. Еще Аум не пошел, Аум пошел только уже в яйца, когда... Только в нашему. Да. Но там везде это все проявлялось как-то по-другому. Ну, в принципе, с такой же схематикой. То есть, в каждом из яиц, в каждом из областей, где есть искры, Ра давал им напоминание о своем истинном имени. То есть, где-то приблизительно все однако же происходит? Просто... Нет. Ситуация в другом, что везде Ра называет свое имя и создает еще какой-то звук, которым проявляется тот или иной бог, который формирует эту местность. А если есть имя Всевышнего, то это звуковое втяжение, правильно? Не звуковое. Это празвуковое. Хорошо. Празвуковое. А пракольоровое есть втяжение его? Угу. Какое? Посмотри на него. Понятно. А празапаховое? Празапаховое? Нет. Празвуковое может быть? Ну, почему? Если запах... Празвуковое... 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 Ну, запашное... Празвуковое... Ну, запашное... Не буду сперучатись, хотя, в принципе, празвуковое такого слова немае. Ни в какой-то мове, но не в том справа. А справа в том, что это не то, что является первым. Т.е. орган обоняния, он присутствует далеко не у всех живых существ. Так и кисмак. Тобто просмаку немае. Вот, например, то или иное... Базовые три чувства — это то или иное, как бы, на ощупь ощущение окружающего. Визуальное и звуковое — это то, что у большинства человекообразных и высших существ Вселенной. А, допустим, та же самая подпитка энергиями — как быть с теми, что через кожу подпитываются? Как быть, допустим, с теми, которые находятся без газовой атмосферы? Т.е. вкус и запах — это очень условные понятия, характерные только биологической форме жизни Земли. А про дотик? Скорее, дотик, но это осуществилось, вот когда вот эта волна распространялась, она коснулась каждого живого существа. Это не тепло, не холод, не... То есть... Ближе к теплу. Тепло и заряд потенции к действию. Потенции не в плане половой, а вообще в плане любви, силы, энергии, стимулы к действию. То есть, в принципе, за такую схему, как у нас построены планеты и созданные системы, галактические скупчения и т.д. и тому подобное, за таким принципом построена и каждая кулька... где-то, где-то. Где-то, где-то. Доброе, тогда уже можем прийти до нашего Всесвято, так? Нашего яйца, то есть... наше яйцо находится гострою частиною доради, твердой, плотной частиною до астара? Нет. Не то, что твердой, а широкой, скорее. Широкой, но она же идет как пектораль, правильно? Там широкая. Конечно. Представь, вот коренное яйцо, если оно с одной стороны старое, а с другой тупее. И там, где оно тупое, там оно очень широкое. А это формирование яйца с чего? С искр. Ну, так, но оно же... Ну, то есть, если подлететь до него, то они как просверлили? Какое оно? Можно это себе как-то назвать словами? Сомневаюсь. Ну, то есть, это, да, это определенная комбинация искр, в которой происходят свои процессы. Ну, что ж, еще раз приветствую всех присутствующих. Так это, братья и сестры, так сказать. Смотрите, относительно того, что говорил Виктор, здесь есть ряд целых, не то, что не состыковок с реальностью, а просто четких таких ситуаций, которые не то, что как бы ошибочны, а даже вредны. Потому что, да, есть то, что многие люди могут пользоваться маятником, многие люди могут пользоваться рамками, другими всякими методами. Однако, это то, что, допустим, человек имеет такую возможность. Тем людям, которые не имеют такую возможность, то говорить, что давайте, проверьте, сколько у вас там атомов, олова в сердце не хватает, это как-то, я считаю, вообще неуместно. Более того, он говорил о том, что вот новые вот эти знания. Дело в том, что относительно новых знаний, относительно нового времени, относительно новых энергий и всего остального, можно провести аналогию человечества с человеческим телом. Все вы знаете, что, допустим, человеческое тело постоянно меняется. Допустим, на протяжении семи лет меняются там даже все костные клетки. То есть, по большому счету, никто из вас не имеет то тело, которое было рождено вашей матерью. Все его составляющие были изменены уже многократно. Вопрос в другом, что есть некая общая схематика, в рамках которой любой разумный человек, увидев новорожденного, может предположить, что этот новорожденный пройдет те или иные жизненные стадии. Собственно, так же само и боги, когда они создавали человечество, когда они создавали жизнь на земле и, в частности, человеческую цивилизацию, они заложили целый ряд своих программ и, в отличие от того, что человек, смотря на младенца, он не может предсказать какие-то событийности относительно того, не попадет ли этот младенец, допустим, в автокатастрофу. Боги же, когда они заложили алгоритмы развития человечества, Нумеролог, в принципе, может подтвердить это дело, что они изначально распланировали то, как оно должно быть. Это запечатлено и в ведах, это запечатлено и в частных проявлениях ведических знаний. И так же, ведические знания, они полно охватывающие, это не какие-то частные знания на какую-то отдельную тему жизни. Это не просто философия. Многие из вас знакомы с тем, что есть аюрведа, и аюрведа – это только частность. Если брать индийские веды, там же есть васту-шастра, описание того, как строить дом, есть джиотиша-шастра, описание астрологических явлений. Потому что даже индийская система вед – это целая отдельная наука. Был Шрила Двайнпайя Навьяса Дева, который заложил некую философскую основу индийского ведизма. И были у него ученики. Один писал о ригведу, другой – о дхарбоведу, о джурведу и другие веды. Были второстепенные ученики, которые писали о юрведу и остальные три подчиненные веды. Были ученики учеников, которые писали и тихасы, о раньяки, упанишады и многие другие разъясняющие научно-ведические трактаты. Славянская ведическая система она намного богаче, намного обширнее, чем, допустим, индийская ведическая система по одной простой причине. Славянская ведическая система является наследницей общеиндоевропейской ведической традиции, общеиндоевропейская является наследницей иностратической человеческой общности. И изначально это все восходит к гипербореи, с которой многие из вас могут ознакомиться, что такая была. Если брать данные о гипербореи, то данные о гипербореи присутствуют в традициях всех народов. И данные о гипербореи говорили, так или иначе затрагивали, так или иначе описывали, так или иначе разъясняли большинство тех греческих ученых, которые касались истории, именно истории. Платон же описал некие знания про Атлантиду, и с тех пор пошла Атлантида. В XIX веке была практически придумана Лемурия, но отчасти это связали с индийскими легендами, потому что там в действительности был континент, вернее не континент, а часть островов, это отдельная история. Ну а допустим то, что гиперборея, символика гипербореи, например, это крест в круге. И археологический крест в круге можно найти практически по всей Земле. Допустим, все то, что говорю я, это абсолютно подтверждается археологическими фактами. И я, в принципе, хотел рассмотреть несколько тем. К сожалению, для полноценного рассмотрения этих тем не хватает времени, а голубом по Европам это не совсем то, что нужно. У нас впереди еще целый учебный год, поэтому можно будет любой... Вот так же дать самоосновное время тебе. Хорошо, благодарю. В общем, еще один нюанс, о котором я хотел сказать. Что поскольку я подхожу не путем... Вот что мое наблюдение по Виктору, который выступал в основную часть, это то, что человек изучает там, изучает там, там еще где-то, набрасывает, 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 там это все бурлит, он выходит, и вот это бурление тут предоставляет. Вопрос в том, что с этим бурлением делать дальше. И кто из вас сможет на практике использовать атомную диагностику, о которой он говорил. Более того, как она сработает. Никто. Вот. Тогда зачем это дело нужно? Что касается Вед, я многократно за это говорил, и могу еще раз повторить. В Ведах есть такое явление, как девять основ духовного развития, которые каждый из вас может постоянно использовать, и это будет приносить вам пользу. Людям фактам нужно, а фактов нет. Значит, по фактам. Хорошо, по фактам идем. Вообще, не, я не права, а про... И про меня. Я сейчас предоставлю некоторые данные. Итак. В Ведах написано, что есть девять основ духовного развития. Первая основа. Недопустимость убийства или сознательного причинения серьезного вреда любому живому существу. Недопустимость одурманивания сознания. Недопустимость вступления в незаконные половые отношения. Недопустимость лжи. Необходимость распространять истинные знания. Необходимость размножать достойное потомство. Необходимость развивать сознание и по возможности помогать всем окружающим. Когда есть девять, чего не надо, девять, чего надо, все это сходится в то, что человек может направиться вверх. Символика, когда изображались так сложенными руками святые, как раз и означало девять основ духовного развития. Основы простые. Проблема в том, что большинству не хочется их исполнять. И находятся такие люди, которые говорят, да, мы сейчас нашкодим, потом возьмем себе там, вот что-то помолимся, а там объяснимем там что-то и у нас получится что-то. Жанна прекрасно это постоянно говорит, что главное выполнять законы Божьи, законы мироздания, и тогда только будет результат. Ну а девять основ духовного развития — это некий простой пример. В Ведах огромное обширное знание. Допустим, я еще лет семь назад составил брошюрку «Веда и метроизм», где на основании аналитики символики, в принципе, проявляют то, как иконография многих других народов восходит к единому корню. И идея о том, что все мы дети единого мира, единого человечества, которую также Жанна многократно высказывала, показывала фотографии храма того и так далее. Она отчасти иллюстрируется, эта теория становится уже не теорией, а реальностью с подкреплением, допустим, этнографических данных и антропологических, о том, что человечество изначально не было единым. Также, для чего я принес сейчас некоторые свои работы, это для того, чтобы, во-первых, еще раз вам напомнить о том, что эти работы есть, а во-вторых, хочу сказать, что учитывая то, что собирая факты, анализируя те или иные ведические знания, на данный момент я написал огромное количество под 100 монограмм, а мой издатель только... под 100 монографий, а мой издатель издал только две книги, одну из которых переиздал. И он это дело тянул. Мое такое обращение ко всем присутствующим, если у кого-то из вас есть знакомый издатель, прошу помочь наладить связь, наладить издание книг по ведической литературе. Чем, допустим, принципиально отличается ведическая литература, ведическая традиция от эзотерики тем, что эзотерика начинается с того. Люди живут в обычном обществе, получили материалистическое образование, проработали какое-то время на обычной работе, потом у них включаются, у кого есть мозги, и они думают, ага, не все так просто, мы не просто это тело, а что-то есть выше. Начинают брать оттуда, отсюда, еще откуда это знание, и как попало, ну кто-то как попало, кто-то более-менее адекватно их собирает. Получается, заново каждый эзотерик изобретает колесо. Каждый развивается по-своему и становится, как говорят, специалистом своего направления. Однако, получается... Это маленькая шайбочка, гаечка, да, в одном общем колесе. Но когда мы идем как последователи, то мы передаем знание то, что было до нас, мы поддерживаем эти традиции. И поэтому в Библии сказано, не познал первый, не познает и последний. Поэтому только лишь тогда, когда люди научатся говорить одним наречием, только тогда они максимально приблизятся к Богу, единовременно. Поэтому ты несешь знания ведические. Однако, Нина Симовна, я чуть не закончил свою мысль. Ты ведешь знания в этом направлении. Но не все могут идти по этому. Кто тебя услышит, тот к тебе подойдет. Кто услышит твою лекцию. Давай мы не будем сопротивляться. У нас ограничено времени. Правильно, Жанна Николаевна? Хорошо, благодарю за дополнение. Поэтому нас тоже ругают. Хорошо, хорошо, все будет хорошо. Ты развиваешь сейчас ту мысль, которая будет уводить. Сейчас не будем уводить. На самом деле я бы уже свою мысль закончил, если бы не было вставки. Однако, благодарю за вставку. Итак, получается, что изобретение колеса, конечно, творческий процесс, однако колесо давно уже изобретено. И если мы будем исходить из того, что колесо уже изобретено, и это и есть веды, и изобретать дальше, то осмыслением остальных, образно говоря, можем создать автомобиль, и так далее, и тому подобное. А потом еще что-то совершим. Кроме того, вы говорили о едином языке, едином наречии, еще буквально несколько идей. Как раз вот этот единый язык, единое наречие, описан в ведах, и это все есть. Поэтому так же это можно изучать, это не надо изобретаться, но уже давно изобретено. Спасибо. Ну что ж, благодарю. Спасибо большое. Ну вот он выпускает про Бог свою думку. Там ближе до верху перероджуется, как сварог. Сварог творит сваргу, в которой разделяет между своими сынами, Арієм и Тотом, ну, как бы, эту сваргу на две частини, в, ну, как помечный эффект всего всего, появляются чернобоги, билобоги, которые начинают вечно бить, и творить время. Есть такое? И с каждого кутка цего квадрата спускаются опоры, и начинается, ну, творитись аватара. Ну, не то, чтобы они спускались, но они там, как бы, формироваются по всей длине, можно сказать. подчас того, как там чернобоги, билобоги, да, створюются эти дюбоги? Ну, они не связаны с чернобогом и билобогом, однако, да. Потом сварог поднимается еще выше. Тут он тоже думку выпускает, то есть ху, ху это думка, правильно ли? Ну, да, мысли бог. Мысли бог. То есть он на том промышке мысли бог, и тут мысли бог, так? Да. А Мазда бог это мысли бог? Нет, Мазда бог это имя Всевышнего, как бога мудрости. Ага, то есть его прояв в удиле то-то. Ну, в княжестве то-то, в сваргачетверти то-то. Ну, в сваргачетверти то-то, так. И тут он, ну, тут он тоже делает своеобразие и родители. Ну, как копия непроизвольно возникшая, или, ну, как-то так. Ну так, а если там тоже есть такие згадывания про то, что Аллатера это, ну, как член Всевышнего, и это, как семья, какая идет. Ну, есть такое сравнение, которое, ну, примитивным народам, если они там только знают пальму, только знают обезьяну, и только знают свою, допустим, физиологию, то как им это объяснять? Вот сейчас мы можем, допустим, взять тоску, взять линейку, взять там тот же самый мел, или наоборот взять тетрадь, или я часто это показываю на тех схемах, что у меня есть в телефоне или на ноутбуке. А если примитивное племя Тумбов-Юмбов, которое, ну, с чем им сравнить? Ну да. Просто нарисовал на песке, они это через две минуты забудут. Им поэтому это надо все привязать к каким-то реалиям, которые их окружают. Поэтому можно или сравнить с мировой горой или сравнить как раз с членом или еще какие-то такие идеи, которые они на связи таких образом смогут понять и дальше запомнить и передавать из поколения в поколение. Там он проявляется в вершине яйца как рот або тау... так? принеси мне восьмися и штучно и есть понятие жертва то есть и даже жрец как тот, что приносит или поедает эту самую жертву. И в славянских языках это присутствует. А вот в белорусском языке слово жертву выкинули поставили слово охляра и оно и звучит как-то не особо приятно и оно чужое. Вот как тот же самый чужой который там вот в фильмах было видно что он не является ни родственником кошки ни родственником человека он чужой. Вот так и вот эти слова некоторые которые были вставлены в наш язык они чужие. Слово охляра не имеет связи допустим с другими словами. В белорусском языке оно фактически вытеснило славянское слово жертва. Так и вот этот кшталт пытается вытеснить слово зразок то есть образец если на российской. Поэтому прошу выкинуть кшталт и залиш это зразок то есть образец. Щеснер зразок песчаного тем именем которое наилучше отобразит данную концепцию. Например индусы Всевышнего как прабога называют Вишну Всевышнего как сварага называют Брахма и Всевышнего как рода называют Шива. Хотя это уже в современной только концепции а в более древних концепциях присутствовали и другие версии. И если брать более древние прообразы то еще когда предки индусов были в трипольской общности в этой индоевропейской общности до ее разделения то они отчасти у себя сформировали а отчасти оставили в ведической традиции имя Всевышнего Брахма которая также его отображает как рода как того который пропускает в себя и выпускает из себя искры. Да. Ну а точно изразумело чему Шива это же как сива как сива как сау в кинди кинди Ну да ну здесь смотри здесь просто есть идея что Всевышний имеет три основных проявления вот допустим в нашей жизни он имеет проявление как правий он имеет проявление как дождь бог и имеет проявление как марс и это очень хорошо видно потому что у нас есть восход у нас есть полдень и у нас есть закат вот если он во время полночи где он есть и как он есть это уже не совсем видно поэтому даже у нашего трезубца три острия вверх а внизу хоть и есть маленькое острие однако оно не настолько видно и на него как правило никто не обращает внимания не говоря о том что он вообще есть а просто ну трезубец а у этого трезубца и вниз есть острие так что уже четырех зубец получается но на этом не заостряется также египетская троица хэ приатум ра или хэ приатум атон или хэ приптах атум потому что там разные были космогонические такие хождения или допустим та же самая индусская троица Брахма Шива Вишну и здесь зависит от конкретного культа в которой эта троица присутствует потому что представители культа Брахмы говорят что они уже даже иногда забывают что это все проявление одного и могут сказать что Брахма это бог отец Вишну это бог сын а Шива это дьявол типа ну проводя аналогию с христианством те которые из культа Вишну они говорят что Вишну это вот Всевышний который изначально Всевышний и он из себя испускает как бы частицу эта частица это Брахма а допустим Шива это как бы гнев Брахмы или что-то такое язычный ствол чистой воды да то есть кроме того они допустим говорят ну Сурья это просто бог солнца это уже никакой не Всевышний это так уже себе а это Дэшбог выходит ну Солнце Бог да а Дэшбог это не Солнце Бог ну Дэшбог это отображение общей концепции цели жизни то есть это Всевышний может быть названный Дэшбогом всегда когда он дает жизнь а в своем проявлении Солнце Бога он конечно же дает жизнь но он еще и является правителем солнечной системы то есть правием и он же еще и является Маросом потому что и на Солнце можно перегреться и помереть и в принципе солнечная радиация то есть как бы да Солнце это и Дэшбог но и не только и в то же время Дэшбог не только Солнце а Ярыло давай сейчас не заглыбливаться куда не надо просто получается что там разные вот эти концепции и на самом древнем этапе индусы произошли из трипольской культуры они добрались до Индии и там смешались с дровидами которые до тех пор уже смешались с негроидами и поэтому арийские вот эти индоевропейцы которые пришли в Индию они уже смешивались не с чистыми дровидами которые восемнадцатилучевые и так далее а они уже смешивались с местными негроида дровидами а а а а или и